Приветствую всех! Итак, это первое видео из курса про анимации в React. Симулируем такую ситуацию. Допустим, мы подгружаем какой-то большой объем данных, подгрузка которых занимает, грубо говоря, 3 секунды, и мы хотим сделать к этому всему красивую анимацию. Вот, допустим, мы отправляем запрос, появляется вот такой лоудер, он там крутится 3 секунды, и затем мы хотим, чтобы он плавно исчез. И вы можете спросить, а в чем сложность? Сейчас на примере мы и разберем, с какими сложностями, ошибками и проблемами мы можем столкнуться, и почему стоит использовать React Transition Group. Итак, приступим. Я сделал абсолютно чистое React приложение. Создадим кнопку, внутри пока что напишем show. Далее создадим некоторую обертку, а внутри уже наш лоудер, назовем его Circle. Теперь перейдем к стилям. Добавим некоторые обнуляющие свойства, уберем мерджины, пейдинги, и также сделаем Box Siding Border Box. Эп растянем на всю ширину и высоту экрана, оболочку сделаем flex и содержимое оцентруем как по горизонтали, так и по вертикали. И так как кнопка лежит вне этой оболочки, чтобы не париться особо с полосой прокрутки, сделаем высоту в 90 единиц. Теперь перейдем к Circle. Высоту и ширину сделаем по 100 пикселей. Border Radius сделаем 50%, а саму рамку сделаем 3 пикселя, функтирную и допустим черную. И пока что выглядит это вот так. Теперь вернемся в веб-компоненту и создадим новое состояние. Первый элемент массива это непосредственно само состояние, отвечающее за то, виден у нас лоудер или не виден. А второе это функция, которая это значение изменяет. HookUseState первым параметром принимает дефолтное значение, зададим его в false. Далее повесим слушатель нажатия на кнопку. Здесь мы будем просто вызывать функцию и менять наше состояние на противоположное, то есть true будет false, а false будет true. И также динамически будем менять в текст кнопки. Воспользуемся тернарным оператором и в зависимости от того, какое значение принимает у нас состояние, будем отображать либо height, либо show. И теперь сделаем условие, по которому мы лоудер либо добавляем, либо удаляем. И вот при нажатии на кнопку он то появляется, то исчезает. Итак, вернемся теперь обратно к стилям и напишем уже непосредственно саму анимацию. Анимация задается с помощью ключевого слова keyframes, после которого идет название анимации. Теперь зададим несколько этапов анимации. Это когда она только началась, посередине и когда закончилась. Поначалу элемент у нас будет прозрачным и к середине он уже будет полноцветным. Также по оси Y сместим его на 200 пикселей вверх, а здесь вернем в исходное положение, то есть translate сделаем 0. Теперь эту анимацию необходимо задать в нашем серкле. Для этого укажем свойство animation, в которое первым параметром мы передаем название анимации, вторым параметром ее длительность и третьим параметром forwards, что говорит о том, что к элементу будут присвоены стили последнего ключевого кадра анимации. И посмотрим, что у нас получилось. Вот так при появлении наш кружок падает сверху. Немного ускорим анимацию, сделаем полсекунды. Вот так выглядит получше. Теперь сделаем вторую анимацию, которая будет вращать нашу окружность. Назовем ее соответственно Rotate Loader, уберем opacity и промежуточный этап. Translate меняем на Rotate и в начале анимации это будет 0 градусов. К концу анимации это будет ну соответственно 360 градусов. И вот тут мы сталкиваемся с первой трудностью. Изначально план был таков, шарик падает сверху и затем начинает крутиться. И по окончанию какой-то загрузки он должен также обратно уйти наверх. Мы не можем присвоить на один класс несколько анимаций. Да, вы можете сказать, так сделай еще один класс и присваивай его в нужный момент. Но тогда мне придется учитывать, в какой момент этот класс добавлять. Делать какие-то таймауты, лишние конструкции. Зачем мне это надо, если за меня это все уже реализовали? Вот здесь на помощь как раз и приходит React Transition Group. В следующем уроке мы поговорим уже непосредственно о нем.